Здравствуйте, дорогие зрители телеканала «Радость моя». Сердечно рад нашей новой с вами встрече. Как водится в начале беседы стихотворение. Сегодня это будут стихи, классика нашей литературы. Самил Ярча Маршака. Когда, изведав трудности учения, мы начинаем складывать слова и понимать, что есть у них значение – вода, огонь, старик, олень, трава. По-детски мы удивлены и рады, что буквы созданы не зря, и первые рассказы нам награда за первые страницы букваря. Но часто жизнь бывает к нам сурова. Иному век случается прожить, а он не может значащее слово из пережитых горестей сложить. Вот так. Замечательное стихотворение. И не случайно, да, вы услышали, он говорит о пережитых горестях. Датируется стихотворение 1945 годом, как раз годом окончания тяжелой кровопролитной войны. 65-летнюю годовщину, которую мы с вами скоро будем торжественно отмечать. А мы продолжаем нашу беседу. По сути, эта тема была нами поднята. Такой новый вектор наших с вами размышлений совместных о том, как опасно может быть порой, ядовито может быть порой печатное слово, к которому мы привыкли относиться с таким доверием. Дело в том, что вот младшая дочь моя, которая сегодня уже 17-й год пошел, а когда ей исполнилось 9 лет, соседский мальчик из нашего дома, когда пришел по приглашению к ней на день рождения, вы знаете, как люди в этом возрасте любят отмечать это целое событие, этот праздник, и он принес книгу ей в подарок, и я еще похвалил его, сказал, молодчина, действительно, у нас вот такая есть поговорка, кстати, очень русским об этом еще будем говорить, книга – лучший подарок. Ну, и сужу по себе, потому что для меня, если кто-то мне дарит хорошую книгу, это действительно просто небесная радость бывает. И книга называлась так хорошо. Книга-то называется замечательно совершенно. Она называется «Энциклопедия для девочек». К счастью, я первый решил просмотреть эту довольно объемную книгу, то, вы знаете, меня накрыла волна вообще такая скорбного изумления, потому что то, что я обнаружил под таким благообразным названием, трудно вообще соотнести со словом «Энциклопедия». Дело в том, что, ну, надо быть справедливым наряду с самым, действительно, в самом деле интересными статьями, там, ну, как испечь пирожное девочке, да, самой, там, использовать для этого, там, минимальное количество ингредиентов, компонентов, там, как шить платье, там, к празднику. Да, это все хорошие, полезные вещи. Там, какие-то сведения о географии, там, занимательные ботаники. Там была еще другая информация. Дело в том, что там, ведь это для девочек, да, не будем забывать, что проводилась мысль, что девочка должна обязательно понравиться мальчику, что уже меня настораживало, да, такое. А для того, чтобы понравиться, вы догадаете, о чем я говорю? Или не все, да? Приходилось вам открывать такие книжки, нет? Так не книжка, вот такая книга с таким названием благородным. Энциклопедия. Так там были рецепты различных магических действий и различных заклинаний, да. Как это называется? Усушка, да? Усушка, присушка, не знаю. Из лексикона ведьминого, простите, из ведьминого лексикона. И все под такой, понимаете, вот обложкой. Так что свободу-то дали, и цензуру вроде как отменили. Не знаю, не знаю, всегда ли это хорошо. Поэтому у меня, собственно, просьба ко всем родителям. Время такое живем, необычное. Да, будьте бдительны, будьте бдительны. Себе всегда говорю и вам, хочу сказать. Когда покупаете книгу своему близкому, может быть, родственнику, своему ребенку, племяннику, крестнице, все-таки потрудитесь, пусть вас не обманывают слова, которые написаны на обложке этой книги, и найдите все-таки какое-то время, чтобы посмотреть, не содержится ли там какого-либо яда. Вот я упомянул давящее слово «ведьмины рецепты», а между тем вспоминаю, как, да, некоторое количество лет тому назад, зайдя в школу к своей младшей дочери, и не было еще звонка, а меня пропустил охранник школы, вы же знаете, в школах охрана. Я сказал, позвольте, я посмотрю, что в ларьке, там такой стеклянный небольшой павильончик, внутри школы, повторяю, внутри школы. Я обнаружил журнал, вы знаете, мне поначалу, собственно, можно его не раскрывать, но я его и раскрыл, на обложке, в которой было написано его название. Знаете, как называется журнал для девочек? Он называется «Маленькая ведьма». Вот так, ни много, ни мало. Ни чуточку, то есть, если создатели, так называемые, вот этой энциклопедии для мальчиков и девочек, они хоть прикинули, там, замаскировались несколько этим благообразным словом энциклопедия, то тут, собственно, сброшены все всяческие маски, да, и, как один мой знакомый шутит, русским по-белому написано, да, «Ведьма», «Ведьма», «Маленькая ведьма». А если открываешь этот журнал, там очень много вот этих различных рисуночков, он такой пестро, ярко иллюстрированный журнал, то есть я понимаю, что если ребенок взял в руки, он его уже не отпустит. Это очень привлекательно, очень завлекающий такой капканчик, по типу капканчика он сделал. И там, да, в обилии, в обилии представлены различные колдовские, магические ритуалы, рецепты. Замечательно, совершенно замечательно. И тогда я возмутился, да, и взял в руки этот журнал и пригласил к разговору тогдашнего завуча, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. И вы знаете, мы беседовали с ней около 15 минут, она была довольно молодая женщина, тогда еще не замужем. И когда беседа наша подходила к концу, я с печалью, собственно, со скорби обнаружил, что она меня так и не поняла. И на вашего покорного слугу она, собственно, взирала, как на некого инопланетянина. Дескать, что это? Всех устраивает, а меня вот не устраивает, что продается журнал, который называть «маленькая ведьма». Дело в том, что «ведьма» — это слово страшное. В одной из наших передач, помните, мы с вами говорили, что невеста — это девушка, которая не ведает греха, да, когда говорили о тайнах вот этой семьи, слова «семья». Помните, это замечательно, у нас беседа была интересная. А вот противовес этому слову есть слово, которое обозначает тех женщин, которые ведают зло и ведают грех, и их на Руси всегда называли «ведьмами». Страшное это слово, на самом деле. А тут «маленькая ведьма». И самая эта опасность заключается, знаете, в чем? Вы догадались? Конечно, у нас была не так давно беседа, связанная с тем, романтизация порока, романтизация греха. Помните, мы говорили еще о босиках, об этом движении хиппи, которое возникло некогда, да, а на Руси когда-то Горький написал вот эти свои вдохновенные произведения о босиках, да, и получилась такая вот возвеличение, романтизация при украшении вот этого класса людей. Вот. И повысилась тем самым их привлекательность. Таким образом, когда о ведьмовстве говорится с юмором, с веселыми рисунками, получается, что это совсем и не страшно, на самом деле. Очень даже забавно. Что тут бояться, да? Опасно. Очень опасно. Вот. Поэтому, повторяю, это будет не лишним. Будьте, пожалуйста, внимательны. Когда покупаете какие-то детские журналы и книжки даже детские для ваших детей, не потрудитесь вначале прочесть их сами. Продолжаем нашу беседу. Я, мы слегка только коснулись этой темы, я хотел бы ее углубить. Дело в том, что я уже не раз и не два говорил вам, что в течение нескольких лет тесно работал с иностранными студентами, в том числе и русский язык преподавал в университете. Таким образом, мне приходилось общаться с людьми из многих десятков стран. Так вот, у русских людей наличествует черта, такая, натуры. Это черта натуры. Есть такое слово модное, менталитет, но можно же все сказать по-русски. Вот. Во всяком случае, надо стараться так говорить. И вот это природное свойство русского человека, абсолютно присущее именно русскому человеку, это безраздельное доверие к печатному слову. Ни один народ, поверьте мне на слово, ни один народ в мире не относится с таким доверием к печатному слову, как русский человек. Я понимал, что, конечно, если бы эта черта наличествовала какого-то одного-двух трек, то ведь это массово является, значит, надо искать корни. И мне кажется, как мне кажется, я все-таки на верном пути. А вы скажете, вы тоже в своих отзывах можете поправить меня, или, может быть, высказать свою какую-то точку зрения. Потому что вопрос очень серьезный. Дело в том, что для русской нации первая книга печатная была, давайте вспомним, это был апостол первопечатника Ивана Федорова. И именно по этой книге, да еще по псалтире, русские люди, десятки поколений русских людей учились грамоте. Во-первых, книга была очень дорогой вещью на самом деле. И не в каждом доме, конечно, она была. И повторяю, что первая книга, то есть грамоте учились по этим книгам. То есть та книга первая, которую благоговейно брал в руки, первая, понимаете, это очень важно, первое слово, которое произносит ребенок, первая песня, которую он слышит, да, вот на эту белую, белоснежную матрицу сердце ложится. И вот первая книга, которую из века в век брал в руки русский человек, это была святая книга. Это была божественная, да, и, скажите, это была часть священного писания, да. И поэтому в сознании русского человека укоренилось, что книга вообще – это всегда святое. То есть книга не может быть не святой, книга не может быть лживой, и уж тем более, конечно, она не может быть ядовитой. Времена-то меняются, а вот то, что мы часто называем генотипом, а еще слово архетип, а вот здесь все равно у русского человека, где-то вот в этих сокровенных глубинах его души, есть вот эта детская вера, что книга свята, книга и святость нераздельны. И помните, в прошлой передаче мы как-то коснулись, я сказал, мы вернемся. Вот это в советское время, я помню, во многих торговых, в магазинах, в точках, висело вот это объявление, этот плакат, где было написано «Книга – лучший подарок». Вы знаете, это очень русское выражение. Вы нечасто встретите его у других народов, потому что это правда, это действительно правда. Если, скажем, какому-то другому человеку иной нации, иной психологии, он собирается там пойти на день рождения, на какое-то торжество, вы ему скажете с такой душевной простотой, дескать, что ты маешься, книга – лучший подарок, он глянет на вас, скажет, ну это понятно, да, книгу, а дарить-то что? Понимаете? Вот, а поэтому вот эта книга – лучший подарок, а конечно, конечно. Я вспоминаю, когда у меня вот крестница, я думаю, что подарить на крестнице, а потом мысль пришла само собой, конечно, она маленькая, когда-нибудь она вырастет, когда меня уже не будет, и первый мой ей подарок, первый мой ей подарок должен быть каким-то особенным. Конечно, я ей подарил Евангелие, красиво так изданное, то, что называется, подарочным, да? Да, я никакого лучшего подарка придумать, собственно, и не мог. Наверное, я правильно поступил. А еще я помню, прочел о том, что в дореволюционное время, когда люди оканчивали классическую гимназию, вы только слушайтесь, какая красота, когда люди заканчивали, получали вот этот аттестат зрелости, тогда появилось это слово, то директор гимназии, вручая выпускнику аттестат зрелости, непременно вручал и подарок, и всегда этот подарок был один и неизменный. Вы догадались, что получали выпускники русской классической гимназии? Да, мои хорошие. Каждый из них, из рук директора своей гимназии, получал новенькое Евангелие. Книга – лучший подарок. Конечно, как самое главное, что на путстве, да, как самая главная книга, компас, компас, духовный компас вот в этом тяжелом, сложном, странном и непростом мире, как путеводная звезда. И не могу не сказать о том, как же, как же свое время безбожные власти и революционеры воспользовались вот этой детской, удивительно детской, в самом высоком смысле этого слова, чертой характера, национального характера, натуры русского человека. Давайте вспомним с вами, припомним, как называлась газета, которая была главным печатным органом коммунистов. Да? Давайте вспомним. Иногда, кстати, когда я задаю этот вопрос, мне в аудитории говорят, «Искра», простите, «Искра» – это издание было дореволюционное, да, и там еще был эпиграф, «Из «Искра возгорится пламя», пушкинские слова». Вот. А нет, я говорю о органе уже в советское время, центральные органы. Кстати, она до сих пор издается, эта газета, и вы уже, многие из вас, сидя у телевизора, сейчас ответили. Да, эта газета называется «Правда», да, но она была не одна «Правда», была еще «Комсомольская правда», она, кстати, до сих пор издается, это совершенно другая газета, но сохранили название, да, такое, как сейчас говорят, такое слово, «Бренд», сохранили очень ценный бренд, а еще «Пионерская правда», которая, кстати, сейчас издается, и куда бы, какую бы союзную республику вы бы не приехали, была там своя «Правда», да, я помню, в Грузии издавалась, значит, «Правда Востока», в каком-нибудь деревеньку, в колхоз, значит, у каждого была своя правда. Вы знаете, собственно, истина одна, а правды, наверное, на самом деле много. А почему именно это слово было избрано, да, большевиками для того, чтобы назвать свой главный печатный орган? Надо понять, надо понять, какое значение уделялось печати. Ведь, если вспомнить слова вождя Ленина, вождя большевиков, он говорил о том, что газета, вы только слушайтесь, он говорил, газета – это не только коллективный пропагандист и агитатор, но газета – это еще и коллективный организатор. Вот как, кстати, совершенно правильно, недооценивать роль средств массовой информации никак нельзя, да, чему мы с вами являемся часто печальными свидетелями. И я все-таки задаю этот вопрос. Как вы думаете, мне так хочется, чтобы вы ответили на него раньше, нежели я прочитаю Евангелие, а я не могу его не прочитать, потому что, как неоднократно мы говорили в наших беседах, для того, чтобы ответить на трудные, подчас сложные вопросы русской жизни и в русском языке, надо взять в руки священное Писание, в частности, Святой Евангелие, что мы сейчас и проделаем. Итак, я открываю Евангелие от Матфея, да. Глава 4, глава 4, это, в ней повествуется о том, как Господь произносит проповедь перед народом. Это, по сути, очень большое, пространное, необычайно глубокое такое его выступление, это, которое вошло в обиход церковных людей под названием «Нагорная проповедь». И она, на самом деле, очень большая. Я прочту только часть, только фрагмент из этой проповеди, Нагорной, Господа нашего Иисуса Христа, который имеет прямое отношение к теме нашей сегодняшней безедии. Итак, вы помните, мы ищем тайну этого слова, почему печатный орган был назван большевиков именно словом «правда». Увидев народ, он, заглавный, конечно, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. «И он, отверши уста своя, учил их, говоря». И далее следуют заповеди блаженства. Если кто-то из вас бывает в православном храме, на литургии, на службах праздничных, он не может не слышать эти слова, которые доносятся из алтаря на каждой службе. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны...» И тут внимание ваше особое прошу вашего внимания. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Вы слышите? Господь говорит о том, к нам обращать, к ученикам, а значит, ко всем нам, что люди, которые жаждут правды, их ожидает блаженство. В течение целого, без малого, целого тысячелетия русский человек, непременно бывая, понимаете, тут нельзя не употребить слово «непременно», не мог он помыслить, русский человек, чтобы не быть на воскресной службе, а перед нею в субботу на всеношной или накануне какого-то великого большого праздника. Пустили улицы, города, пустили, и вот дозволялось, я читал об этом, что дома дозволялось оставаться только, если был тяжело заболевший ребенок, да, и только в этом случае, да, дозволительно было остаться дома. И вот из века в век, из года в год, от воскресного дня к воскресному, от праздника к празднику, сотни, тысячи раз русский человек слышал вот эти удивительные слова, авторитет которых подкреплен самим спасителем. Нет выше авторитета блаженно, да, жалчущие и жаждущие правды. Вот чего всегда залкает русское сердце. Так любят действительно русском народе. Удивительно заложено вот это чувство правды, стремление к правде, стремление справедливости, чем в свое время и так лукаво воспользовались те, кто вовлекли его вот это страшное всенародное помуднение в революцию. Вы услышали? Правда, правда. И тут газета называется как раз вот этим самым словом. А я хочу вам напомнить, давайте, какое же это действительно повторение мать учения, как у нас в свое время была беседа, кстати, и не одна, когда мы проникали в тайну этого удивительного слова «правда», да, когда мы говорили, что вот, как у нас слов в языке и правила, и права верные, да, и крестимся правой рукой. Помните, мы вспоминали ту замечательную бабушку, когда внук спросил, какая рука правая, левая? Она сказала, какой крестишься, та и правая, да, и почему там Господь сказал, что на том суде страшном праведники встанут справа от него, да, одесную по-церковно-славянски, а грешники, значит, ашую, и если в тяжелейшие дни войны, вот мы уже говорили, в этом году мы будем отмечать 65-летие, так наш не лидер нашего государства, чтобы вдохновить свой народ, как-то укрепить в нем этот духовный стержень, это очень важно, потому что всегда побеждает не тот, у кого сильнее оружие, а у кого дух сильнее. Как нам сегодня этого не хватает, когда лидер тогдашнего государства, Иосиф Виссарионович Сталин, обращаясь к советскому народу, сказал эти удивительные слова. Он сказал, «Наше дело правое». Слышите, наше дело правое. Враг будет разгромлен, победа будет за нами. А почему? А потому что дело наше правое. Вот как в русском сознании, в русской духовности глубоко и навеки вечной укоренено вот это слово «правда». Давайте вспомним, как в Евангелии еще называем мы Христа. Давайте вспомним. Там, где слово «правда». Вы вспомнили? Солнце правды говорится о нем в Евангелии. Солнце правды. И, конечно же, как много значит это слово для русского человека. Кстати, вот недавно я вспомнил, этого нет в книге, когда взрослые люди, ну, надо об этом сказать, потому что это тоже язык, между прочим. Вот мы сейчас все время, видите, говорим о правом деле, то есть правильном, правдивом деле, благородном деле. А когда порой, ну, бывает, что делать? Человек грешен. Когда у взрослых людей, когда они отправляются на какие-то не очень благовидные дела, да, греховные, как говорят по-русски на эту тему, да? Куда пошел? Я, говорит, пошел налево. Я раньше это слышал сто раз. Как-то, ну, привычно и не понимал, а почему так говорят правильно? Потому что это путь грешников, ашую, и об этом тоже есть Евангелие. Удивительно. Любое. Вот, видите, приходится повторять, хочешь понять русский язык, обратись к Евангелию, и тебе тогда будет понятно, почему путь грешников это всегда налево во все времена, а путь праведников, слово праведников, да, слово правил, это всегда вот адресованный, вот вектор, устремленный к самому Христу, это всегда справа, всегда одесную. Мы, вот, замечательно, по-моему, мы говорим, да, о такой опасности, как печатное слово, и вновь приходится повторить эти, собственно, невеселые слова о том, что еще лет сто назад, двести назад, на Руси это святой Руси, Русь всегда святая, могло бы показаться как-то странным это, как, как может быть, печатное слово опасно, может быть, и прежде всего опасным, ядовитым может быть печатное слово, обращенное к нашей самой большой надежде, это к нашим деткам. И эта наша передача подходит к концу, и в завершении ее я хотел бы прочесть вам стихотворение того же автора, замечательного Самуила Яковлевича Маршака. «Дыхание свободно в каждой гласной, в согласных прерывается на миг, и только тот гармонии достиг, кому чередование их подвластно. Звучат согласных серебро и медь, а гласные даны тебе для пения, и счастлив будь, коль можешь ты пропеть, или даже продышать». Стихотворение. Желаю вам счастья и до новой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова